This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Как любая другая настройка, включается и дальше с ней работается. Единственное, тут сразу один момент, то, что это не относится к инструментам, скажем так, для дома и учебы, как вот бывает стандартная версия или для дома или учебы, это относится к пакетам расширенных или бизнес, потому что больше это все-таки ориентированно на работу, именно на работу с большими данными, вряд ли это будет в масштабе, к примеру, домашних каких-то особенностей. Так, значит, несколько слов, кто с вами вещает. Ну, с кем-то мы уже знакомы, с кем нет, то разрешите представиться. Меня зовут Ольга Кулешова, я являюсь преподавательным специалистом. Свою деятельность начинала с 1 декабря 2001 года, то есть первый день зимы я хорошо запомнила, это было несложно, зиму я очень люблю. И вот с тех пор я работаю в учебном центре специалист, то есть практически еще чуть-чуть и закроется 2019 год. Шаги свои начинала с обучения пользователя, который первый раз видит компьютер, и так потихонечку двигалась дальше. На сегодняшний момент меня можно встретить чаще на линейке курсов, которые связаны с надстройками, то есть это и Power Query, и непосредственно Power Pivot, и также Power BI Desktop. Тем не менее, также меня можно встретить и на обычном Excel, то есть уровень 2, уровень 3, политические такие Excel-вские варианты, ну и пореже, но не исключается и на Access, и на Vizio, и на PowerPoint, и на Word, и на Outlook. То есть, в принципе, офисный пакет, он для меня как родной. Ну и касаемо надстроек, то экзамены, которые связаны с этими тематиками, ну и тоже были сданы, как в прошлых версиях, так и вот текущим летом выходила новая сертификация в Microsoft обозначении до 100, она у меня тоже была успешно пройдена. Также еще под моим авторством лежат учебники по уровню 2, и если кто-то обучался когда-то в центре, то как раз вы обучались, методички были под моим авторством, и аналогичные они лежат на официальном ресурсе еще Microsoft, чтобы другие авторизованные центры тоже по ним могли заниматься. Ну и небольшой такой мой блог, называется MirExcel.ru, он связан тоже только с Excel. Ну то есть, в принципе, все, что касается цифрок, мне очень нравится, цифры я люблю, то есть больше я, так как окончил Бамуку, люблю техническое, нежели философское, но не исключаю. Так, значит, в нашем центре курсы, в которых так или иначе мы используем PowerPivot, их несколько. Курс, который является стартовым для понимания вообще, что такое PowerPivot, как в него закачиваются источники, что мы там можем вычислять, понятное дело, еще с расширенными возможностями на перспективу. Это уровень 6 в нашей линейке, и, в принципе, то, что мы сегодня с вами будем смотреть, оно касаемо в большей степени, конечно, шестого Excel, но, тем не менее, оно также имеет место быть и для восьмого, и для Power BI, то есть везде, где у нас идет работа с моделью. То есть в шестом мы начинаем изучать PowerPivot, и уровень 8 – это более углубленное изучение формул, то есть в модели у нас все формулы создаются на так называемом языке DAX, то есть здесь также есть и простые формулы, и функции, то есть много всего увлекательного. Что-то похоже на Excel, что-то совсем не похоже. Ну, и также сама модель PowerPivot у нас находится во всех Power BI, то есть Power BI Desktop, Power BI по той простой причине, что это основа, которая позволяет нам загружать данные, выполнять вычисления, ну и дальше, собственно говоря, визуализировать. Поэтому Power BI, вот если говорить там годы 2010-й, наверное, 2015-й, 2016-й, он еще был не так распространен, больше оставался в стороне, но где-то вот с 2016 года и выше его уже распознали, осознали сознание того, что это действительно хороший, мощный инструмент для пользователя. Майкрософт именно и затевал этот инструмент с целью, чтобы огородить, скажем так, IT-разработчика от пожизненных наступлений со стороны пользователя. То есть предоставить ему возможность иметь, обращаться к тем или иным источникам, загружать данные и обрабатывать не совсем прям такими же, но более привычными к Excel-инструментами. Так, ну наш центр специалист, если вы с ним не знакомы, на картинке у меня 28 лет, я на них посмотрела, но решила, что 28, пока еще 28, но на самом деле в начале ноября нам уже будет 29 лет, как мы работаем на нашей территории России. У нас много классов, много преподавателей, много курсов, то есть все это вы можете легко узнать, как на официальной страничке специалист, так же, если что-то не находится или не понимается, всегда можно обратиться к нашим коллегам по телефону или там через чат, и они вам всегда подскажут. Поэтому нет ничего невозможного. Я, например, тоже, если 20 лет назад можно было практически перечислять название программ по пальцам, то на сегодняшний момент пальцев не хватает даже для того, чтобы перечислить направление, не говоря о том, что внутри каждого направления еще множество программ. Поэтому все развивается стремительно, и здесь главное, что называется, не отставать. Так, что мы с вами рассмотрим? Мы с вами рассмотрим вопросы, в целом связанные с вычислениями, то есть зачем вообще нужны нам вычисляемые столбцы, вычисляемые поля, в чем у них отличия. Также мы, естественно, научимся их различать, в этом ничего такого сверхсложного нет, и поймем их основное назначение. Узнаем, что в целом вычисляемые поля бывают явными и неявными. Ну, на самом деле, в большинстве случаев, когда мы работаем с вами, с моделью, мы, конечно, работаем с явными. То есть неявные – это уже как-то, ну, немножко, я бы даже сказала, как плохой тон. Далее мы также выясним, посредством каких вычислений наша модель PowerPivot, ну, и, как следствие, файл Excel, потому что модель – это, ну, можно так упрощенно сказать, как локальная база данных внутри Excel, которую вы получаете путем загрузки из разных источников. Ну, и, соответственно, если у вас будут огромные источники, то размер файла нашего Excel, он тоже, естественно, будет расти. И здесь, в зависимости от того, как вы еще делаете ряд вычислений, какие подходы используете, либо это будет направлено на существенное увеличение размера вашего файла, либо все-таки он будет практически незаметно меняться. Так, это вот, собственно говоря, те вопросы, которые у нас есть. Ну, я, собственно говоря, в Excel оставил уже, что называется, включенным Excel с целью, чтобы мне не ждать, когда там что-то загрузится. В Excel, когда у нас есть с вами настройка PowerPivot, у нас появляется вкладочка PowerPivot, ну, и вход в модель осуществляется через команду управления. Я загрузила, скажем так, с SQL сервера учебную базу данных, которую я использую на шестом уровне Excel. Есть похожие, но с вариациями, которые я еще использую как на восьмом уровне Excel, так и в PowerPivot. Ну, и на самом деле убрала лишние таблички, чтобы они сейчас не мешались. То есть в данном случае вы видите, у меня есть пять таблиц, они между собой связаны. Ну, особенностью модели, если вы сталкивались, то, что когда мы с вами загружаем данные из мощных источников, назовем это база данных, то они загружаются сразу в таблицы вместе со связями. Это очень удобно, то, что пользователю не надо сидеть и об этом думать. Ну, а когда мы загружаем данные из более простых структур, там, Excel, TXT или даже какие-то разрозненные таблички из разных мощных источников, то здесь, конечно, пользователи уже самостоятельно создают связи. В этом тоже ничего сложного нет, как и любой другой процесс. Есть особенности и есть, скажем так, принципы, которым нужно следовать. Так, значит, тематика у меня здесь шоколадная. Я люблю сладкое, шоколадное, поэтому, чтобы было приятнее глаза. Есть фабрики, которые выпускают продукцию. Есть ассортимент по каждой продукции и есть заказы. То есть в какой момент, да, какой клиент, какой товар, сколько штук и какой менеджер, что называется, обслужил, ведет этот заказ. Есть также информация по менеджерам, есть также информация по клиентам. То есть наша модель PowerPivot – это что-то типа как упрощенная база данных, только в настоящих базах данных вы данные можете вносить, а здесь они всегда выкачиваются из каких-то источников, конечно, с возможностью последующего обновления. Так вот, с точки зрения любой базы данных, чтобы все было правильно организовано, чтобы не было той же самой избыточности, которая у нас есть в Excel, у нас каждая табличка, она, по сути дела, должна описывать свой предмет. Поэтому вы здесь видите отдельно менеджеры, отдельно клиенты, отдельно товар, отдельно фабрики. Так, это представление диаграммы или, как в базах данных, оно называется схема данных. Я, соответственно, перехожу в представление данных, и здесь уже буду наблюдать, как выглядит моя информация. Как вы можете сейчас видеть, в принципе, это как обычная табличка Excel, да, или любая другая, идет информация, есть полоса прокрутки, если вы вдруг захотите почитать, но, как правило, это не сильно требуется, достаточно буквально видеть порой там 10, 15, 20 строк, чтобы уже более-менее оценить, какого рода информация вас здесь ждет. То есть первая табличка ассортимент внизу, если видеть, небольшая, 38 строчек, фабрики тоже с крошечка 7, менеджеров у меня здесь тоже немного, 14 человек трудится, клиентов 50, а вот табличка заказов у меня размером 3 миллиона строк, то есть 3 миллиона записей. Ну и понятное дело, что такую таблицу, если чисто физически я захочу выгрузить на лист Excel, то этого будет, листа нашего, недостаточно, и выгрузка на самом деле не завершится. То здесь, во-первых, вы можете использовать и таблицы более емкие, пожалуйста, и 3, и 5, и 10, и 40, и 100 мегабайт, главное, чтобы, мегабайт, миллионов записей, главное, чтобы ресурсы вашего компьютера были как можно мощнее. С точки зрения оперативной памяти и с точки зрения процессора. Ну и жесткий диск, конечно, тоже понадобится. Так, в целом подразумевается, что размер вашего файла не должен выйти за пределы 2 гигабайт. Я, правда, с трудом представляю, как с ним работать вообще, потому что 2 гигабайта, если вы будете открывать, даже если у вас будет в формате XLSB, это все равно процесс не самый быстрый. Но даже несмотря на то, что у меня здесь 3 миллиона строк, если среди этих данных есть повторение, то размер файла выходит достаточно компактным. То есть если говорить о размере файла, который я сейчас использую, то это 10 мегабайт. На самом деле это немного, потому что если я в Excel выгружу это все обратно, ну на разные листы, когда я в свое время создавала, то в обычном формате это будет в районе 100 мегабайт, а в формате двоичного кода это будет в районе, ну там где-то 45, вот так вот. Ну то есть все равно далеко не 10 мегабайт. В принципе, 10 мегабайт для Excel, если у нас вполне нормальный компьютер, это ничего сложного из себя не представляет. Так, значит, что касается теперь наших вычислений, то вычисления у нас в целом здесь бывают двух видов. Значит, что говорить про эти два вида? Ну, во-первых, как их отличать? Вот сейчас у нас перед глазами чисто исходные данные. Ну вот в любую из этих табличек, какой бы я ни взяла. Ну, например, загляну в менеджер. И мы с вами можем создавать как вычисляемые столбцы, колонки, так как еще иногда говорят, так и вычисляемые поля. Вычисляемые поля – это по-другому мер. В чем у них еще будет особенность у этих вычисляемых полей и у мер? Ну, мало того, что они создаются в отдельных местах, тут еще нужно понимать, где вы планируете эти данные использовать. Ну вот, к примеру, я сейчас временно сделаю вид, что решила создать сводную табличку, чтобы показать вам здесь, о чем я пытаюсь вам сейчас рассказать. У нас с вами при создании сводных табличек есть четыре области, то есть фильтр, строки, столбцы и значения. Особенность вычисляемых полей заключается в том, что поля могут быть только в одной единственной области – это значение. Поля или по-другому, как, чтобы вообще не путаться, их еще называют меры. Это вот четко только в области значения. Все остальное, как исходные поля, таблички, столбцы, как они здесь будут называться. Хотя вы видите, со стороны сводной таблички, они все называются полями. То есть тут такая немножко путаница терминов происходит. Так вот, все остальное может на самом деле использоваться где угодно. То есть если у вас будут вычисляемые столбцы, они могут быть использованы как в области строк, так и в области столбцов, в области фильтров, и в принципе также могут быть использованы в области значений. Только меры, только-только вычисляемые поля могут использоваться в одной единственной области значения. Во все остальные, в которые вы их захотите размещать, они физически не могут там находиться. Поэтому иногда бывают даже какие-то расчетные величины, я имею в виду числа. Если мы понимаем, что в отчете они нам нужны в качестве критериев, которые вы захотите разместить в строках или в столбцах, то тогда вам придется это сделать как в столбце. Если вы понимаете, что это показатель, который вы хотите видеть, как какую-то итоговую сумму в разрезе каких-то критериев, что это на самом деле будет у вас величина расчетная, то есть в области значений, то, конечно, это создается мера. По той простой причине, что мера реально практически, можно сказать, не увеличивает размер вашего файла. Каждый созданный вычисляемый столбец, вычисляемая колонка – это увеличение размера нашего файла. Так вот, какие вычисляемые столбцы нам по-любому придется создавать? Например, я сейчас открыла табличку менеджеры, и здесь, как в любых базах данных, полагается наличие в каждом столбце своего параметра. То есть нельзя создавать составные поля, это неправильно, потому что разбивать их гораздо сложнее, чем при необходимости объединять. Если я буду строить отчет, то мне, возможно, понадобится не одиночное имя, оно у нас многократно повторяется, может, там фамилия или отчество, а, например, какая-то вариация. Тогда вы видите, в конце здесь есть добавление столбца, и я, например, создаю. Я сразу пропишу так, словно мне нужно название фио, и я обращаюсь к названию полей текущей таблички через квадратную скобочку. То есть к фамилии, по аналогии, как в Excel, я прибавляю пробел, прибавляю, соответственно, имя, и также прибавляю пробел и отчество. То есть вот такое поле, кроме как создать его с помощью вычисляемого столбца, я по-другому и не создам. То есть то, что было до двоеточия, станет названием этого столбца, ну и формула, видите, в этом случае после завершения остается со знака равно. То есть это нигде, ни в каком любом другом месте я уже не сделаю. А, да, ну фамилия мне очень понравилась. Хорошо, договорились, пусть будет все-таки отчество, согласна. Так, и, соответственно, мы тогда получим с вами это поле фамилии и отчества. То есть сейчас это столбец, он вычисляемый. И ни в каком другом месте я его уже расположить не смогу. Более того, меры – это агрегация ваших данных, поля. Текстовые данные, ну, в лучшем случае я могу агрегировать только с позиции расчета, там, количество, количество уникальных значений. Но никак не операции типа, там, сумма даже средняя или еще что-то. При этом, если мы присмотримся, они даже отличаются по форматированию. То есть стандартное форматирование, такие зеленые заголовки в 16, 19, 365 офисах – это исходные данные. И вот черным, чтобы сразу было видно, это ваши уже созданные вычисляемые столбцы. Причем, с точки зрения, если смотреть на это глазами списка полей, вот сводные таблички менеджера, когда я здесь открываю, видите, здесь нет ни одного намека на то, какое из этих полей было в источнике, а какое было уже создано пользователем. То есть для последующей работы не имеет роли, откуда взялся этот столбец. То есть посчитали его или загрузили из какого-то источника. То есть для него они будут все едины. Вот этот столбец, он что делает? Он делает вычисления в каждой строке. И если у меня этих менеджеров будет огромное количество, то в этом случае я и получу увеличение размера файла. Здесь их немного, 14 всего, поэтому, конечно, увеличение будет такое практически незаметное. Если, например, я захочу что-то посчитать, ну, например, ассортимент, у меня здесь есть цена за штуку в рублях она, я захочу ее посчитать там в долларах, то, конечно, с этой точки зрения, если она мне нужна будет прям для использования в строках или в столбцах, то да, я ее буду считать также здесь. Но если мне эта цена нужна будет только для расчета каких-то общих объем продаж, да, там, или выпуска продукции, то считать уже как колонку цены, где я буду переводить с курсом, особенно если этот курс будет не закачан через табличку какую-то вручную вводить, тем более не нужно. То есть здесь у нас задача рассчитывать только столбцы, без которых нельзя обойтись. Это, например, текстовая информация. Это также вот если бы у меня в табличке заказа этой даты была бы частями, то есть отдельный день, отдельный месяц, отдельный год, тогда бы я добавляла столбец, который бы мне получил эту дату, и уже дальше я могла бы с ней работать. Если у меня уже есть дата, то, в общем-то, у меня все хорошо. Точно так же, вот давайте даже я так сделаю, представим, что я захочу строить отчет по периоду, ну, например, даже год возьму, да, у меня здесь три года, то есть тогда я возьму функцию, ну, вначале напишу название, что это у меня будет год, двоеточие равно, и возьму функцию вполне логичную, как и в Excel, она называется ER, и в качестве источника мне нужна дата, соответственно, выбираю дату заказа. Вот я добавляю сейчас один столбец, этот столбец, он расчетный, и он у меня в табличке, в которой 3 миллиона записей, да, вот сейчас мой файл, да, он занимает 10 мегабайт. Сейчас я выйду даже лучше в Excel и нажму сохранить. То есть простенькое вычисление я вытащила из... Так, я вытащила, как бы, сейчас год, да, но, видите, как бы с годом еще не так сильно он увеличил мне размер файла, причина какая? Здесь три цифры, то есть он сумел его более корректно сжать. Вот, давайте я вам продемонстрирую, как растет размер файла, если я захочу сделать то, что можно и не делать. Например, здесь у меня есть количество в штуках. На листе ассортимент у меня есть цена за штуку, то есть в каждой таблице своя информация. И теперь в табличке заказа я, например, решила посрочно посчитать эту стоимость заказа. Тогда я говорю, что мне нужно посчитать стоимость заказа, там, допустим, в рублях, и рассказываю, что у меня есть текущие таблички. Нужно взять это поле количество в штуках и умножить на цену. Ну, так как мы в PowerPay, а у тебя не в какой-нибудь другой базе данных, то здесь просто так взять данные из связанной таблички не получится. Если табличка связана, то можно использовать функцию Related. Ну, здесь еще будут такие факторы, как направление связи. Ну, сейчас в данном случае здесь все хорошо в этом случае. И я говорю, что мне нужна из таблички ассортимент значение столбца цена за штуку в рублях. Так как таблицы связаны, то дальше, в отличие от обычной функции Excel, больше ничего рассказывать не нужно. И вот сейчас у меня происходит вычисление этих значений. Здесь уже на фоне столбца год, где у меня содержатся буквально три цифры в ответ. Все цифры там плюс-минус достаточно похожие. Ну, какие-то, естественно, могут быть отличные, но в большей степени они будут все-таки отличные друг от друга. Вот теперь проделаю тот же самый эффект. Возьму и нажму «Сохранить». И здесь, вы видите, он уже начал немножечко дольше думать. И теперь я смотрю на размер файла. Если вы помните, он был 10,5 мегабайт. Когда я добавила столбец, который в результате вычисления выдает мне не такие скромные три числа, как год из даты, то обратите внимание, столбец сразу увеличивает размер моего файла на 6 мегабайт. То есть он был 10, стал 6. Если я сейчас рядом еще посчитаю, например, массу каждого там заказа, то у меня уже будет размер файла не 16, а все там 23 мегабайта. И в этом случае, представляете, если мне нужно там посчитать много чего, так я решил, как в Excel по аналогии колончиками посчитать столбцами, то мой размер файла вырастет практически как на дрожжах. Поэтому получается, что вот это вычисление, оно не оправдано, потому что по отдельности каждое из этих значений я не буду использовать, когда буду строить сводную табличку и выбирать их в столбцы. Нет, конечно. То есть мне, как правило, эти цифры нужны для чего? Для того, чтобы потом показывать какие-то конечные результаты. Поэтому это слишком увеличивает размер файла в этом случае и не оправдано с точки зрения создания. То есть я этот столбец удаляю. Как в этом случае более правильно считать? Более правильно считать именно меру. То есть то, что я буду в качестве показателя в отчет сводной таблички добавлять. То есть я тогда создаю меру. Например, назову ее просто там «Заказы в рублях». Обратите внимание, что я теперь пишу формулу где? Вот в этой нижней части. Меру можно написать в любой табличке, потому что мера, в отличие от столбцов, принадлежит модели. И в какой бы таблице я ее ни создала, все так же прекрасно будет работать. И здесь тогда мне нужна будет функция «Итератор». Это функция, которая умеет, как бы назовем это, в уме считать построчно. Это будет функция «СамИнкс». Я расскажу, что я хочу глазами этой таблички «Заказы» сделать вычисление. И внутри сейчас будет прописано то же самое вычисление, которое я писала, когда создавала этот столбец, который увеличивал мне размер файла. То есть я это же количество умножу, соответственно, на цену за штуку. Смотрите, это я теперь делаю где? В области мер. Вот тут могучее число, не будем ему сильно пугаться, но тем не менее. Поставлю, чтобы хотя бы было видно, где у нас тут 219 миллиардов. Так вот, вот это число – это результат меры. Меры отображаются внизу. Меры не могут так же совпадать по названию. То есть даже если они будут находиться на разных листах, то мер двух мер с одинаковыми названиями в одной модели физически быть не может. То есть всегда какой-то отличительный символ должен быть. И теперь что получится. Я вернусь обратно в XL. И обратите внимание, я ее создавала в табличке «Заказы». На самом деле я меру могла разместить и в табличке «Ассортимент», это не важно. То есть идут обычные поля, наши столбцы, которые в верхней части находятся. И вот то, что создается в нижней части меры, оно здесь обозначается с таким значочком FX. Когда если мы будем с моделями работать в Power BI, там оно будет обозначаться тоже с значочком «Но калькулятор». Типа вычислили. Так вот, как бы я ни старалась, вы видите, в столбце она не пойдет. В строке она тоже не пойдет. Ну и фильтры тем более. То есть мера может быть размещена только в значении. Поэтому ее даже перетаскивать нет смысла. Всегда ставим галочку, и она уже приходит. У мер есть еще большой плюс. Вы их сразу в модели настраиваете. Они вам, во-первых, считают то, что нужно. Вы настраиваете их внешний вид, заголовочек. И они приходят сюда, и больше этими настройками вам заниматься не нужно. При этом вы отчетов можете строить любое количество. Ну и, к примеру, вот я вытащу тот год, который я там считала. Теперь я вижу мои заказы, какие суммы были в каждом из представленных годов. Ну и, допустим, вот из таблички «Ассортимент», они связаны. Я возьму, ну, например, наименование. И тогда по каждому наименованию мне эта мера считает, какова там была стоимость заказа. Ну, наименований здесь достаточно много, поэтому, чтобы удобнее табличку смотреть на экране, я, например, поменяю и отображу начинку. Их гораздо меньше. И вот я вижу в разрезе каждой начиночки, да, в разрезе каждого года, какие были суммы и сколько в совокупности, если смотреть по строчными столбцам. Поэтому, если нам нужны эти величины для того, чтобы их использовать в качестве критериев при создании сводной таблички, да, вот, которые будут вам формировать соорудо-шапочку, да, сверху эти заголовочки или вот в строчках, то да, вы их создаете как столбцы. Если вам данные нужны здесь, которые вот агрегируются, я так условно сигмы нарисую, то это должно быть создано как мера. То есть вот сюда априори должны попадать меры. Потому что я, в принципе, могу, ну, к примеру, взять и вот количество в штуках добавить. Он, в принципе, не будет сейчас ни капельки возмущаться, и, как вы можете видеть, он абсолютно нормально это все посчитал. Ну, давайте я год уберу, чтобы удобнее на экране сразу все видеть. Вот, например, в одном случае он мне считает заказы по мере, а в другом случае он мне считает количество в штуках по исходному столбцу нашей таблички количество в штуках. Вот поле, которое, как и в обычных сводных, когда мы работаем, да, но здесь, там-то мы по-любому добавляем поле и потом настраиваем. Но когда человек работает с моделью, то это считается неправильным. И называется такое поле, которое при добавлении добавляет вам вот эта сумма по, там, столбцу, да, или, там, количество по столбцу, это так называемые неявные меры. То есть та, которая в модели не прописана. И ее нужно настраивать здесь, как бы, инструментами Excel. Более правильно меру создать в модели и потом ее уже выбирать. Ну, то есть чтобы четко, более быстро шло и вычисление, и на самом деле эти меры можно использовать и для сравнения между собой, и для того, чтобы создавать KPI, ну, то есть вот все такие подобные вещи. Поэтому у нас с вами получается так. У нас есть с вами вычисляемые столбцы, да, и вычисляемые поля. Поля – это то, что мы хотим отображать в наших расчетах, да, в отчете сводной таблички, какие-то величины. Это должно быть создано как вычисляемое поле, без вспомогательных, промежуточных каких-то столбцов таблички. Столбцы чаще всего мы создаем в большей степени это операции с текстом, операции с какими-то числами, но исходя из какого-то условия в каждой строчке вы, может быть, по этим числам выдаёте какие-то результаты, в том числе и текстовые значения, или какие-то там слишком много условий через ту же аналогичную функцию «Если», да, с разными условиями что-то нужно посчитать. То здесь, возможно, не все всегда можно прописать прямо сразу в мере. Чисто внешне, в списке полей сводной таблицы, у нас с вами обычные столбцы, независимо от того, созданы они были или получены, от мер тоже отличаются. У меры всегда будет значочек fx, у наших полей, у остальных нет. То есть это просто исходные столбцы или вычисляемые столбцы. Далее, если говорить, вычисляемые поля явные и неявные. Явные – это те, которые вы создали в модели. То есть явные, они у нас явно создаются в модели. То есть мы сами осознанно берем и создаем их в нашей модели PowerNode. Неявные – это работа как с обычным. Вы просто их перетаскиваете в сводной таблице. Вот тогда у вас создаются так называемые неявные вычисляемые поля. Ну и работая с моделью, конечно, их нужно тоже не использовать. Далее. Как уменьшать размер файла? Ну, я вам продемонстрировал, что уменьшение размера файла, конечно, происходит, когда вы не загружаете лишние данные. Это тоже большой плюс, лишние столбцы и так далее. Это все нужно удалять, все лишнее за борт. И я вам также продемонстрирую, что если я создам столбец, сделаю построчное вычисление и потом в перспективе бы на его основе создавала меру, или я сразу без создания этих промежуточных столбцов создаю меру, я существенно уменьшаю размер файла. Или, скажем по-другому, создание вычисляемых столбцов может существенно увеличивать размер вашего файла. У меня 3 миллиона записей. Если бы было 10 миллионов, то, как несложно догадаться, оно бы явно там увеличилось в 15-20 мегабайт. Все будет зависеть от того еще, какие результаты мы с вами получаем. Поэтому, когда мы работаем с вами с моделью, то мы, конечно же, легко потом видим, какие столбцы исходные, какие вычисляемые. Здесь в первую очередь по форматированию. Я вам сказала, что исходные столбцы у нас имеют стандартное такое форматирование. Те, которые вычисляемые, даже уже имеют другое форматирование. Но не только. Если я щелкаю в ячейку, которая была загружена из источника, то вы видите в строке формулы ее содержимое. Если, конечно, я щелкаю в ячейку столбца, который был рассчитан, то здесь, конечно же, будет четко показана формула, по которой он считался. Вот эта вся верхняя часть – это все наши столбцы. То есть либо исходные, либо вычисляемые. Но, как вы видели, с точки зрения списка полей сводной таблички, для него они все одинаковые, без каких-либо отличий. А вот нижняя часть, которая у нас находится, такая отделенная, это область, которая нам позволяет создавать вычисляемые поля или, как по-другому, меры. То есть все, что мы хотим посчитать, должно быть создано в виде мер. Поэтому где-то можно увидеть такой вариант. Загружены данные и достаточно много внизу рассчитанных мер. Соответственно, дальше человек строит сводные таблички, то есть создает отчеты, сводные диаграммы, выбирает разные категории. То есть категории товаров, городов, производителей, не важно, менеджеров, покупателей, продавцов, чего угодно. И рассказывает, что там было. За счет чего? За счет созданных мер. То есть мера практически не увеличивает размер файла, ее вклад в размер очень маленький, по той простой причине, что мера реально рассчитывается тогда, ну как бы в разрезе ваших критериев, когда вы ее уже используете в отчете. То есть здесь она мне показывает общий итог, то есть сколько всего. И уже только когда мы строим с вами отчет сводной таблицы, какую критерий мы с вами выберем, вот здесь у меня начинка, тогда только мера под эти критерии и начинает как бы пересчитываться. То есть вот тот результат, который я вижу ответом по мере, это реально наш общий итог, total. И уже если критерий нет, то здесь, конечно, мы будем видеть такой же ответ, то же величину, как мы видели в модели. Если у нас какой-то критерий есть, ну вот даже если я сейчас возьму, как трудились мои менеджеры, я создавал это фио. Вот в этом случае, если я не создам фио, я в одной ячейке, как столбец, естественно, такие данные уже получить не смогу, потому что в источнике они у меня находятся в трех столбцах. То есть мы загружаем данные. В зависимости от того, где мы будем это использовать, даже если это числовое значение, мы либо создаем вычисляемый столбец, либо меру. Но столбец с числами создается при условии, что нам нужно это потом использовать в отчете сводной таблички, в строчках или в столбцах. Ну, даже тот же год, это, в принципе, число. Но год, он из даты, с точки зрения обработки, по многим, ну, как бы таким общим идеологическим понятиям, оно, конечно же, вряд ли будет в области значения, оно будет в области строк или столбцов, ну, или фильтрации. Неважно, просто фильтр или непосредственно в виде среза. А вот мера примечательна тем, что она создается, содержится в одной ячейке, и уже когда вы в модели, то вы видите конечный результат, там, конечно, вы вряд ли что-то можете сказать на предмет того, у кого больше, у кого меньше, но построив отчетность в виде сводной таблицы или диаграммы, вы сразу будете наблюдать, как это происходит. Плюс вы видите, я выбираю данные связанных табличек, до этого у меня был ассортимент, сейчас у меня менеджеры, и мне быстро в разрезе этого критерия мера делает перерасчет. Ну, на самом деле, у DAX есть два интересных понятия. Это у нас фильтры есть со стороны сводной таблицы, то есть фильтрующие контексты, и еще есть строковый контекст. И самое увлекательное становится тогда, когда они встречаются, и пользователю нужно учесть. Но это не такой простой момент, этим, конечно, в разрезе уже там на шестом Excel мы не занимаемся, это уже посложнее, это мы уже изучаем на восьмом Excel, или когда мы уже морально и физически хорошо понимаем, научились считать разные меры, меры, столбцы, то потом приходит момент, когда с точки зрения усложнений нужны другие задачи, нужны те же самые KPI, более сложные, и тогда мы уже более глубоко уходим в DAX. Поэтому к вопросу, где могут располагаться, мы теперь с вами знаем, что меры только в области значения, все остальное может находиться в любых областях нашей сводной таблички. Ну и, конечно, по максимуму, вот даже здесь, например, я оставила кусочек стоимость брака и стоимость партии, то есть с точки зрения расчета, к примеру, это опять избыточные столбцы, то есть их потом следует удалить и вместо них создать меры. Но если вдруг мне нужны стоимости брака, они какие-то там определенные у меня получаются, и мне нужны они как значение шапки отчета, то вот здесь, да, мне придется создавать этот вычисляемый столбец. Поэтому все, что вы создаете в колонке, это увеличивает размеры вашего файла в зависимости от размера таблицы, ну так или иначе существенно. То, что мы создаем меры, это практически не увеличивает размер вашего файла. Поэтому стремиться, конечно, нужно к тому, чтобы создавать больше мер, чем создавать вычисляемых столбцов и на их основе потом просто считать обычные суммы, так как вот агрегация по столбцам. Нет, у нас есть функции итераторы, те же самые там sumx, averagex, minx и так далее, которые позволяют это сделать без вспомогательного столбца. Ну, некоторые их так иногда упрощенно в сравнении с Excel называют как функции, как будто вот работающие с массивами. То есть без создания лишних данных вы можете сразу посчитать то, что вам нужно. Вообще, модели PowerPivot, ну, как я и говорила, они сами по себе процессы все эти, они очень актуальны, набирают обороты. И на самом деле, если с ними познакомиться, они еще и очень увлекательны. Потому что, вот вы видели, я считала 3 миллиона строчек, и, в принципе, я даже не сказала, сейчас мы подождем, да, пока он посчитает. Вы заметили, что сделал он это быстро. Он сделал это очень быстро. Ну, например, не могу сказать, что у меня прям сверхмощный на этом ноутбуке 8 мегабайт оперативной памяти. По требованиям PowerPivot ему нужно всего 4. Но даже если было бы 4, там, лишние полсекунды, ну, секунду, вы бы едва тоже заметили. В то же время, если вы аналогичные вычисления сделаете даже для миллиона строк на обычном листе Excel, то вы увидите, как достаточно задумчиво пойдет процесс. Поэтому тут большой еще плюс в том, что даже если нам нужно обрабатывать большие данные, то здесь свои законы, что называется, законы обработки. И обработка ведется в разы быстрее, нежели аналогичную табличку. То есть мы даже возьмем миллион строк, вы будете обрабатывать на обычном листе Excel. Особой прям большой разницы по времени между таблицей, в которой, например, 300 строк и 3 миллиона строк вы не найдете. Ну, буквально там полсекунды, секунды. Вот. И еще в сторону PowerPivot могу сказать один большой плюс. PowerPivot от версии к версии. Он все устойчивее и устойчивее. То есть когда была 2010 и 2013 версия, PowerPivot достаточно часто слетал. То последняя версия, особенно если говорить 19, 365 офис, они очень устойчивые. И теперь таких проблем мы практически не испытываем. Ну, то есть вот такие уже хорошие версии с точки зрения работы, чтобы не страдала нервная система, это 16, 19 офис, 365. То есть они старательно, я имею в виду разработчики Microsoft, с этим работают. Периодически там что-то не сильно заметное, оно добавляется. Особенно с точки зрения улучшения самой работоспособности модели. То есть чтобы она была устойчива и не создавала нам сложности с работой. Хотя у модели есть и хитрые моменты. В какой-то момент она может, что называется, взбрыкнуть. И вот тут удача либо вам повернется, либо нет. То есть я намекаю на то, что она может все практически у себя удалить. Поэтому работая с моделью, конечно, периодически нужно делать резервные копии. Ну, в принципе, этот процесс такой очевидный для любых других баз данных, настоящих в том числе. Поэтому если у вас есть необходимость обрабатывать данные из разных источников, это могут быть и простые, и сложные источники, делать в них вычисления, вряд ли вам повезет так, что вы загружаете источник и сразу строите отчет. Нет, вам все равно также придется создавать и вычисляемые столбцы, и вычисляемые поля, и затем их уже использовать в ваших отчетах. То есть не сталкивались с PowerPivot, ну, тогда имеет смысл начать с уровня 6, где мы как раз, что называется, с нуля. Смотрим, где включается надстройка, кто ее, если не нашел. И дальше так, шаг за шагом, разбираемся, как загрузить данные, как, соответственно, лучше загрузить некоторые данные, потому что казусные моменты тоже есть, и в зависимости от того, что дальше происходит с этими данными. Дальше мы их связываем, делаем расчеты и, соответственно, выдаем отчетные уже моменты. То есть отчетов можно настроить любое количество, они могут быть как связанные, так и не связанные. Это тоже плюс со стороны нашей модели для нашей с вами работы, потому что обычные сводные таблицы, диаграммы, они друг с другом связаны. А здесь вы можете строить отчет хоть 20 диаграмм, и все друг от друга не связаны. На одной отфильтровали по одному критерию, на другой по другую и так далее. Или наоборот, цель сделать, чтобы все были связаны. Это тоже все легко реализуется. Как правило, на шестом уровне мы решаем сквозную задачу, то есть когда мы загружаем данные, ну, приблизительно как в рабочих реалиях, да, загрузили, посчитали, построили отчеты. Ну, чтобы было такое общее понимание, что да, это такой мощный инструмент, который позволяет нам обрабатывать большие диапазоны. Ну, уж если уж будет маленький, то уж и потап. Поэтому мир очень увлекательный, я имею в виду мир всех этих пауэр-пивотов. Будет необходимость, желание, возможность, присоединяйтесь. Excel 6 идет очень часто, и в том числе очень часто интересуется много субботних групп, в том числе, по-моему, чуть ли не каждая первая стоит в субботних группах у меня. То есть приходите, будем изучать пауэр-пивот, без знаний не уйдете. То есть мы всегда разбираем в классе, и плюс параллельно у вас есть также домашнее задание, куда же без него, чтобы вы могли, например, кто-то уже имеет какие-то рабочие задачи, кто-то еще нет, чтобы вы могли также потренироваться, осознать этот процесс, что называется, уже без преподавателя, и дальше я буду использовать в каких-то своих личных, что называется, целях. Всем спасибо за внимание, всего доброго, ну и, возможно, до будущих встреч. Ольга Николаевна, вопрос можно? Мы знаем много. Спасибо. До встречи. Продолжение следует...